Добрый вечер, я диспетчер, гайд на вечер обеспечен. Именно с таких слов мы начнем новое видео, но перед этим я хочу объясниться, где я был целую неделю. А лежал я в больничке, мне должны были подлечить большой палец на ноге, но врач все перепутал и поменял мне три раза пол. И теперь я... Но не будем о хорошем, тема для разговора довольно-таки серьезная. Мы поговорим об алкоголе, когда алкоголь является твоим бро, а когда алкоголь не твой бро. Ведь все мы понимаем, что грань между выпить пару бокалов для блеску в глазах или же накидаться до синих соплей, заплевав штаны соседа, слишком тонкая, ее легко не заметить. Мы с тобой разберемся, почему вообще пьют люди, и я наконец-то отвечу, в какой пирамиде Брэндон Фрейзер проебал свою карьеру в фильме Мумия. Но начнем мы с тобой, пожалуй, сначала. Представим, что тебе от 16 до 18 лет... Я прекрасно понимаю, что где-то сейчас пятиклассник подавился пивом. Но все-таки представим, что тебе от 16 до 18, и ты начинаешь употреблять алкоголь. А почему ты вообще начал его употреблять? Ну, во-первых, это воздействие окружающего тебя социума, а во-вторых, ты не знаешь, чем занять свое время, ведь учиться это сложно и скучно. Ну что, математичка, ты довольна? Посмотри, до чего ты доводишь людей. А так ты вроде как интересно проводишь время, и при этом тебе весело. Но раскрою тебе секрет фокуса. Веселье это продлится недолго, до первого приема в полицию, либо же до первого передоза алкоголем, когда уже перестанет справляться печень. Либо же есть вариант получить достижение нежелательная беременность. Понятно, что если ты пьешь со своим лучшим корешем Васьком, то получить данное достижение не получится, как бы вы ни старались. Все-таки для получения данной ачивки придется обзавестись тянкой на тусе. Но именно сейчас, распивая Балтику-девятку на квартире и юзая опаленный мефедрон, ты считаешь, что у тебя проблем нет. Куда тебе? До алкоголизма. Ведь алкоголик, в твоем представлении, это старый мужик, у которого трусятся руки. Так вот, я тебя расстрою или обрадую, но на самом деле спиться к 25 и просрать всю жизнь, это легче легкого. От водки будет цирроз, от пива, ожирение, от вина, проблемы с сердцем. А от снюса и вейпа у пацанов перестает стоять шишка, но только на девушек. Так давай же с тобой разберемся, как вообще алкоголь действует на человека. Ну, во-первых, алкоголь это психотропное вещество, которое воздействует на твою нервную систему. Я не буду грузить тебя сложными терминами и объясню все простыми словами. По-русски. Начнем с того, что алкоголь это депрессант. В нашем организме есть много разных гормонов и есть так называемый гормон радости. Этим гормонам наш мозг поощряет нас за разные дела, например, когда ты помыл еду перед руками или залил новый видос на ютуб. И теперь можешь козырять перед братвой, что ты популярный. Так вот, благодаря этому гормону мы получаем удовлетворение от проделанной работы. На этом фоне поднимается настроение и хочется жить. Но лично мне кажется, что в стране, где лидеры мнений, клоуны и дегенераты, которые держат нас за быдло и не считают даже за людей, хочется жить всегда, несмотря на окружающие нас условия. Но вернемся к алкоголю. Когда ты начинаешь потреблять алкоголь, в твоем организме начинает вырабатываться гормон радости в больших количествах. У тебя поднимается настроение, ты испытываешь эйфорию, начинаются пляски, визги и тому подобное. А в этот самый момент твой мозг не может понять, что с тобой происходит. И поэтому для того, чтобы твоя нервная система не перегорела как проводка, он снижает твою чувствительность к данному гормону до минимума. И ты получаешь добав депрессия. Ммм, молодые, голодая, алкогольная депрессия. Что может быть лучше? Одной рукой петлю на шее вяжешь, второй табуретку из-под ног выбиваешь. Прекрасное чувство. Знал бы ты, сколько людей совершали суицид именно в похмелье, а не по пьяни, то возможно ты бы вообще перестал пить. Когда наступает похмельная депрессия, на тебя давит весь мир, а ты в нем ничтожно малая песчинка. Друзья становятся врагами, враги вообще дышат в затылок, но самое главное, что за 3-4 часа веселья, которые были вечером, ты заплатишь отходником, который продлится как минимум день, а может протянуться и неделю. Ты скажешь, ну как же так, ведь я могу всегда с утра подлечиться, задлив в себя полторашку охоты крепкой, и я снова человек. Но именно тут собака и зарыта. Нет, я не про твою одноклассницу, которая дает всем на вписках. Я про то, что пока твой организм молодой, он довольно-таки успешно борется с разными ядами, в число в которых входит алкоголь. Но организм будет стареть, и эта функция благодаря тебе и постоянным проверкам печени на прочность будет ухудшаться, и похмелье будет становиться все жестче, а вот привычка похмеляться никуда не денется. Да-да, именно так и уходят в запоенные месяца, да и вообще опохмеление имеет накопительный эффект, то бишь после пьянки у тебя похмелье, помноженное на один. Ты опохмелился, и на следующий день твое похмелье, помноженное на два, и так далее. Как сказал один алкоголик, первый раз ты пьешь, чтобы было хорошо, а остальные месяца ты пьешь, чтобы не было плохо. К сожалению, в нашей стране такие культурные ценности, что мы не можем представить дружеские посиделки, праздники и тому подобное без алкоголя. Человек начинает будто бы жить в шорох. Позови своего друга поиграть в настолки, но скажи, что вы даже пиво пить не будете, скорее всего ты откроешь достижение, я получил по еблу с вертухи. В нашей стране считается, что если ты не пьешь, то с тобой что-то не так. Но не все так однозначно, например, если ты раз в пару месяцев с тянкой решил пригубить бутылочку венца, именно что бутылочку, а не целый винный погреб, то что в этом плохого? Вы просто раскрепоститесь, и с утра даже не будет отходника. И ведь в этом правда нет ничего плохого, но есть одно но, у большинства людей напрочь отсутствует стоп-кран. Там где первая, там и вторая, там где вторая, там и третья, а вот и сладкая бутылочка вишневой балтики девятки стоит на прилавке и по накатанной. Проблема алкоголя не в самом алкоголе, а в людях, что его потребляют, в людях, которые не могут себя контролировать, из-за чего происходят разные неприятные ситуации, которые в корне могут поменять вашу жизнь и в лучшую сторону. А если мы говорим про молодежные посиделки, то мое мнение такового, молодежь не знает, чем себя занять, то бишь нет хобби, увлечений и тому подобное, а веселье-то хочется, и хочется получить удовольствие, не напрягаясь. Потому что когда у тебя есть любимое дело, то у тебя нет свободного времени на то, чтобы выхаживаться после каких-то попоек и тому подобное. Поэтому молодому населению рекомендую узнавать мир вокруг себя не через бутылку, в этом мире есть много прекрасных интересных занятий, при которых нужен трезвый рассудок. А еще ходит великое заблуждение, что под зеленым змеем артисты, певцы начинают по-другому соображать, открывают для себя какую-то нирвану. Сразу скажу без лишней воды, это бред, ты становишься тупым, как пробка под градусом, и простая обыденная вещь для тебя становится великим открытием. Ну, просто потому, что ты тупеешь по пьяни. Кто-то отмазывается, что я выпью 100 грамм для храбрости, но тут никакой храбрости на самом деле нет, тебе становится просто абсолютно похуй, но тебе становится и похуй на качество твоего продукта. Поэтому каждый раз, когда артист выходит на сцену, еле-еле стоя на ногах, это просто проявление неуважения к вам, как к зрителю, и что бы он там ни говорил, какие поводы не находил, это просто отмазки. Потому что денег за отвратительный концерт вам никто не вернет, максимум скажут «извините у Дудя». Я выступаю уже несколько лет, нервничаю сильно, каждый раз как первый раз, но все равно я считаю, что артист перед публикой должен быть абсолютно трезвым. Проблема в том, что молодежь слушает старперов и считает, что мы, старики, ничего не понимаем, не понимаем вашего молодежного чила, но я вам раскрою секрет, нажираться паленой водки, заблевывая соседей, придумано не вами. Просто раньше это делали под панков, что вылезали с помойки и кидали копыта от передозов, а теперь это делают под модных реперков, которые и не делают половины того, про что даже читают. Мы старперы твердим, что алкоголь и другая дурь – это зло не потому, что хотим научить вас жить, а мы просто хотим, чтобы вы не повторяли наших ошибок. Многие из этих ошибок могут повернуть вашу жизнь не в лучшую сторону, без возможностей на реабилитацию. Не слушайте продажных мразей и полупокеров, что вам твердят обратное. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Я ему скажу, что хватит. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Сергей Шнуров, международный телеканал RTVI. Добрый день, Сергей. Самый козырный вопрос про Навального я, скорее всего, оставлю своим коллегам, я такой вот добрый буду. А так как канал у нас международный, вопрос мой будет следующим. Почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу? Они что, все уже эмигрировали в Силиконовую долину и своих же не бросают, как вы любите говорить? На какую должность теперь может рассчитывать Трамп? И приютите ли вы его, если он попросит политического убежища, как Сноуден? В основном эти болтинники просто создают эпатажный образ, соответствующий трендам и не более того. Но решение остается за тобой, иногда и жить на тебе, но с одной стакана жизни не видно. Мойте еду перед руками и подписывайтесь на этот прекрасный канал. В подмосковном Сергеевом посаде от отравления алкоголем скончался пятый пострадавший. Это хозяин квартиры, где происходила пьянка. Число травившихся суррогатным алкоголем в поселке Красный Великан возросло до 15. Многие из почти 50 пострадавших останутся инвалидами, несмотря на все усилия врачей. Тело несовершеннолетнего было обнаружено местными жителями села Бобина в одном из припаркованных незакрытых автомобилей. О произошедшем сразу сообщили в полицию. В районе 22 часов те, кто проживает и учится в Бобинском училище, ушли в общежитие, поскольку пропускной режим там до 22 часов. А его в состоянии алкогольного пенения положили в мышину на задний слединный живот, где он и был обнаружен. То есть скончался во сне. Предварительная причина смерти от алкогольной кардиомиопатии или отравления тонулом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok